Здравствуйте, с вами Дмитрий Книга и это новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Во дворце культуры города Видное состоялось оперативное совещание руководства муниципалитета. Надо обеспечить, ну скажем так, безальтернативное, без всяких, беспроблемное проникновение переписчиков в подъезды. Проблемы женского здоровья в день борьбы с раком молочной железы обсудили с врачом-онкологом. Чем позднее мы приходим, тем неблагоприятнее будет исход. Ученик ДШИ поселка Развилка Данил Померанцев стал призером конкурса «Молодые дарования России». Во дворце культуры города Видное состоялось ежемесячное оперативное совещание. Его провел временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Алексей Спасский. Подробнее мероприятие расскажет наш корреспондент Наталья Буслаева. В ежемесячном совещании приняли участие заместители главы администрации Ленинского городского округа, начальники территориальных отделов, организаций, служб и предприятий муниципалитета. Об оперативной обстановке доложили сотрудники единой диспетчерской службы и МЧС. По количеству пожаров мы не условим, а по количеству погибших в лечении у нас в два раза. По количеству травмированных в этом году у нас 9 травмированных, в прошлом году было всего лишь 2 травмированных. Поэтому большое количество в лечении травмированных, вот один из резонансных пожаров, который произошел в прошедшей неделе, это неосторожное вращение с огнем газовой баллоны. О ситуации с коронавирусной инфекцией в муниципалитете доложил главный врач Видновской районной клинической больницы Бутай Бутаев. На прошлой неделе было зафиксировано 194 новых случаев заражения COVID-19. На дому наблюдается более 6 тысяч человек, выздоровевших 287. На встрече были заслушаны отчеты о работе коммунальных служб. В середине сентября в муниципалитете стартовал отопительный сезон и на текущий момент теплоснабжение в дома поступает в штатном режиме. Также на совещании было отмечено, что в округе продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий и ремонт муниципальных дорог. Я бы хотел, с учетом мнения контрольной счетной палаты, председателя, организовать рабочее совещание, где присутствовали наши ГРБС, заместители главы, а совещание по простой теме, разбор типичных нарушений, допускаемых при формировании бюджета, внесении изменений в решение о бюджете, выявляемых при проведении контрольной счетной палаты городского округа экспертизы нормативных правовых актов. Я думаю, это было бы полезно всем послушать. О Всероссийской олимпиаде школьников, которые активно принимают участие дети из Ленинского городского округа, рассказала начальник управления образования. Наталья Киселева также проинформировала о работе учебных заведений. У нас с карантином вышли 18 классов и 6 групп, продолжают оставаться на карантине 8 классов и 10 групп для школьников. Для школьников организовано дистанционное обучение. Также держим на контроле вакцинацию сотрудников. У нас 82% численности коллективов вакцинированы. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Алексей Спаский обратил особое внимание собравшихся на перепись населения, которая началась 15 октября. Важнейшая история, история федеральная. Мы разговаривали с начальником управления жилищно-коммунального хозяйства. Надо обеспечить, скажем так, безальтернативное, без всяких, беспроблемное проникновение переписчиков в подъезды. Как это будет сделано, условно, централизованно одним ключом, или каждая управляющая компания отработает, но тут должно быть максимальное-максимальное содействие. Также на оперативном совещании были заслушаны доклады о проделанной работе представителей управляющих компаний Ленинского городского округа. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Вопросы сохранения женского здоровья наш корреспондент обсудила с онкологом Видновской поликлиники. В день борьбы с раком молочной железы врач рассказала, кто подвержен болезни, как на ранних стадиях выявить заболевание и что делать, если так случилось. Подробности в сюжете Юлия Пагасьян. Рак молочной железы молодеет. Сегодня этому заболеванию подвержены не только женщины, находящиеся в менопаузе. Предсказать возникновение опухоли достаточно сложно. Конечно, если у девушки в роду были такие случаи, то и вероятность заболеть у нее выше. Но причины пока до конца не изучены. Факторы, которые не зависят от наследственности. Травмы молочных желез, то есть при ударе. Пациентки чаще всего не хотят обращаться. Ну, я же ударилась, оно просто твердое таки осталось. Это тоже очень неблагоприятный фактор. Некоторые формы мастопатии, узловая форма мастопатии. Это не является фактором того, что 100% будет рак, но этих пациенток мы наблюдаем более тщательно. Именно профилактика и забота о своем здоровье – самый верный помощник в борьбе с раком молочной железы. Отсутствие желания или элементарный страх приводит к тому, что заболевание выявляется поздно. Врачи рекомендуют как минимум раз в два года посещать специалистов и делать УЗИ. А с 40 лет пациенток направляют на маммографию. Чем позднее мы приходим, тем неблагоприятнее будет исход. Потому что опухоль делится быстро, как уже сказала, и риск петостазов, соответственно, увеличение стадии прогноза резко падает вниз. Важно заниматься и домашними наблюдениями за своей грудью. Особенно это касается женщин с более внушительными размерами. Женщина с 5 по 10 день менструального цикла должна заниматься самообследованием. Желательно делать это перед зеркалом. Где-то деформация или грудь стала больше. То есть опухоль располагается внутри и смотря на себя в отражении мы можем заметить какое-то изменение визуальное. Ну и, естественно, самообследование пальцевое, то есть круговыми движениями мы исследуем всю молочную железу. При всем этом сегодня рак молочной железы не приговор. Разумеется, если выявить его удалось на ранней стадии. В современной медицине существует масса методов лечения опухолей. Рак молочной железы на первой и второй стадии без метастазов. Пятилетняя выживаемость у пациенток может достигать 90%. То есть пятилетняя выживаемость – это не значит, что через пять лет все плохо. Ну просто, скажем так, у нас меряется пятилеткой. Пациентка не спрогрессирует, не погибнет за это время. При нынешних возможностях, когда каждому доступна диспансеризация и бесплатная медицина, здоровье женщин в их собственных руках. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. В копилке наград Ленинского городского округа пополнение. Ученик детской школы искусств поселка Развилка Даниил Померанцев занял второе место в конкурсе «Молодые дарования России» 2021 года. Из 400 юных музыкантов со всей страны он оказался единственным жителем Московской области, прошедшим финал в категории «Народные инструменты». 16-летний Даниил Померанцев – гордость Развилковской детской школы искусств. Восемь лет назад он впервые пришел сюда на прослушивание и поразил педагогов своим идеальным слухом. Ребенку давали на клавиатуре любой звук, в любой октаве, в самой низкой, в самой высокой. И ребенок тут же повторял этот звук моментально. То есть мы понимали, что у нас в руках какой-то бриллиант, скажем так, но без огранки. Тогда Даня мечтал играть на фортепиано, но педагоги убедили его обратить внимание на аккордеон. Музыканты знают, как тяжело добиться признания пианистом, а вот народников и духовиков всегда не хватает. Теперь юноша не представляет своей жизни без аккордеона и ласково называет инструмент своим младшим братом. Я с самого детства очень люблю музыку и много занимаюсь, чтобы стать настоящим музыкантом. Учились в 8-м классе музыкальной школы вот здесь, и я планирую поступить в училище имени Шнитке. Сейчас за плечами Данила множество побед в муниципальных, российских и международных конкурсах и фестивалях. Одно из последних достижений – второе место в музыкальном состязании «Молодые дарования России 2021 года» в номинации «Народные инструменты». В нем принимали участие детки из всех регионов России. Вот в данном случае, если мы говорим о народном отделении, то Даниэль единственный из Московской области стал лауреатом в народных инструментах. То есть он представил, можно сказать, Московскую область. Всего же за последний год Даниэль стал лауреатом шести рейтинговых музыкальных конкурсов, проводимых под эгидой Министерств культуры Московской области и России. Эти и другие победы были бы невозможны без помощи преподавателя Антона Хритохина, который поддерживает своего ученика в любых начинаниях и вдохновляет на покорение новых вершин. Галина Житкова, Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Фитнес-ТВ. В Расторгуевском парке состоялся большой семейный праздник, приуроченный одновременно к двум событиям – Покровскому празднику и к Дню Отца, утвержденному накануне президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Подробнее о мероприятии расскажет Татьяна Брылова. Совместными усилиями МБУ «Энергия», оборонно-спортивного клуба «Ратник», сообщества многодетных и других организаций в центральной части Расторгуевского парка развернулись тематические площадки. Участники ежегодного фестиваля «Покровские встречи» разделились на команды и приступили к выполнению заданий. Пока одни изготавливали самолеты и занимались коллективным художественным творчеством, другие проходили полосу препятствий и собирали автомат. Воспитанница клуба «Ратник» Ольга Гудкова сегодня здесь в качестве наставницы. Есть дети, которые понимают, и они это хотят, и я делаю это. А есть дети, которым просто надо и надо. Но в сегодняшних состязаниях надо было всем. Ведь от этого зависело, насколько успешно команда пройдет этапы. К слову, некоторые творческие задания переходили в спортивные. Так, новые самолеты ребята испытали едва высох клей. Полетами руководил клоун «Алекс». Раз, два, три! Для малышей, которые не участвовали в командных соревнованиях, подготовили развлекательную программу. А если вдруг кто-то немного замерз или проголодался, добро пожаловать в палатку. Здесь многодетная мама Анастасия Зимонина нальет чаю и угостит пирогами. По мнению представительницы сообщества «Многодетное видное», такие праздники просто необходимы для укрепления семей. Это мероприятие мы проводим уже третий год совместно с МБУ «Энергия», Михаилом Ильичем и Видновским благочением. Смысл, наверное, этого праздника в том, чтобы соединить, наконец, родители и детей, чтобы они вместе провели выходной день не за телевизором, а за каким-то семейным объединяющим мероприятием. Действительно, праздник собрал не только мам с детьми. Много было пап и не случайно. Утвержденный недавно президентом Владимиром Путиным, день отца стал еще одним событием. Отец, как и во всей большинстве российских семей, это глава, это опора, это надежда, это наша любовь. Я считаю, что отец в семье как бы главный, поэтому очень важен для детей, потому что все-таки воспитание должно быть и матери, и отца. Мужчины о своей роли в семье высказывались лаконичнее, но было понятно, каждый отец свою задачу видит предельно просто. Обеспечивать, так сказать, поддержку, кричок, заниматься им, спортом обязательно. Моя задача, чтобы они были здоровы, счастливы, хорошо жили. Такие простые, но важные слова говорят о том, что в нашей стране семейные устои прочно передаются молодым поколениям. Семья – это малая родина, а малую родину возглавляет главнокомандующий, это отец. Вот как он будет себя вести, такой уклад будет в семье, поэтому на отца ложится большая ответственность. Дети берут пример с папой, девочки хотят быть как папа похожи, мальчики как папа. Сегодня, если посмотреть, очень много мужчин с детьми. Это говорит о том, что мужчины у нас занимаются воспитанием нашего подрастающего поколения, это очень важно, потому что семья полноценна только тогда, когда и мама, и папа участвуют в этом воспитании. Ну а сам праздник стал еще одним шагом и к объединению большого сообщества жителей Расторгуева. Люди приходят с семьями, улицами, какие-то общества по интересам. Здесь есть ребята, которые занимаются в кружках, также это объединяет и их родителей, и жителей улиц Расторгуева. Многие в этот день говорили, современный ритм жизни не позволяет уделять семье и детям достаточного внимания. Но согласитесь, два часа, проведенные семьей, дороже любых заработанных денег. Давайте помнить об этом. Татьяна Брылова, Елена Кушелева. Видно этого. В минувшие выходные деревню Горки вновь захватил рев моторов. На трассе «Казачий дозор» прошли соревнования по мотокроссу «Золотая осень». Как в этом году закрывали мотосезон, узнала Александра Столярова. 80 участников, 17 различных классов и один трек с множеством трамплинов, подъемов, спусков и поворотов. Трасса «Казачий дозор» последний раз в этом сезоне принимает соревнования по мотокроссу. С 8 утра здесь не утихают моторы. Участники проверяют технику и отправляются на тренировочные заезды. Очень много глины. Приходится очень сильно держать мотоцикл, из-за чего сбиваются руки. А так, в принципе, нормально. Трасса чуть-чуть грязная, конечно. Чуть-чуть. Можно ехать, да. Можно ехать, но я попытаюсь приехать сегодня вторым, потому что я обогнал у Мартынова. Настроение мое, настроение это очень хорошее. Но я всегда на позитиве. Подобный расклад очень неплох. На треке нет пыли, а колеса хорошо цепляют влажный грунт. С возвращением всех участников в закрытый парк объявляется торжественное открытие заключительной гонки нынешнего сезона. В этот день мне хочется, чтобы у вас были хорошие старты, победные финиши и самое главное, чтобы не было травм. Традиционным участником соревнований стала местная команда «Питбайк Россия», существующая на базе досугового центра «Юность». Ее спортсмены сражались за победу в восьми различных классах. Сегодня у нас 12 участников выступающих. Они едут в разных классах. Есть там три человека. Эта девочка у нас едет, она едет и в «Питбайке», и в классе «Руссиньспять» детского мотокросса. То есть Иван Здоронок у нас сегодня в этот день ему исполнилось 17 лет. Он сегодня будет газовать, пытаться сделать себе подарок. С одним из спортсменов команды, Николаем Павловым, мы пообщались еще во время тренировочных заездов. Тогда юный мотоциклист, как и другие его коллеги, отметил, что трасса слишком грязная, но победить это не помешает. Казалось бы, ответ очень самоуверенный для 10-летнего спортсмена. Но Коля катается на «Питбайке» уже 7 лет. Поэтому в своем классе он стал одним из фаворитов, выиграв первый заезд. Я пошел в дальнем повороте, его немножко занесло, я прошел ходом по упору и получилось обогнать. Какие ощущения от победы? Очень рад. Но еще будет второй заезд, самый главный. Как думаешь, получится снова всех обогнать? Постараюсь. Но во втором заезде главный соперник Николай Тимофей Серов обогнал нашего спортсмена. По итогам соревнований номер 72 взял второе место. Не повезло и другому нашему герою Степану Великанову, участнику класса опен-любителя. Спортсмен из Серпухова занял лишь девятую строчку. Но, кажется, в горки приехал он и вовсе не за победой. Дела не позволяют заниматься профессионально, но такие его выходные придают мне сил, расслабляют, как бы мне нравится. Вот мы уже вместе 8 лет с моим конем. Долгие годы соревнования по мотокроссу организовывает Видновское станичное казачье общество. Их штаб находится неподалеку от места соревнований. На конно-спортивной базе руководством Центрального казачьего войска видновчанам были вручены высокие награды. Благодарность от атамана, медали и даже знак отличия за заслуги перед Ленинским округом. Наше сообщество, оно некий несет симбиоз. Здесь и военно-патриотическое воспитание молодежи, подрастающего поколения. Это и добровольная народная дружина. Большинство как раз наших спортсменов, в том числе, и участвуют как в мотокроссе, так и в гонках. Здесь, что называется, отдыхают душой. На этом мотосезон 2021 на трассе «Казачий дозор» можно считать закрытым. На сегодняшний день уже составлен новый гоночный календарь. Питбайки и мотоциклы вернутся в деревню Горки 7 января 2022 года. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого? На сегодня это все. Всего доброго и до свидания.